Здорово, народ! Вы на YouTube-канале AndroNews. Я тут это, запилил для вас свежий выпуск из мира технологий. По-моему, получилось очень даже неплохо. Чисто для затравочки, зацените. Первую небольшую новость. Британская компания Imperion анонсировала Windows-смартфон под названием Nebulus на базе разогнанного процессора Snapdragon 845. Но самое крутое, производитель утверждает, что смартфон поддерживает работу Android-приложений без использования эмуляторов и необходимости переключаться между операционками. То есть сама Windows 10 поддерживает работу приложений для Android. Конечно же, обещает что-то вроде режима DeX по беспроводу, ну либо по проводу через USB Type-C. Короче, лютейшая дичь. Я вообще не уверен в том, что этот аппарат пригонит для нормальной жизни. Но я бы всё равно с радостью с ним поигрался. Ну что, как вам первая новость? Нормально? Тогда двигаемся дальше. Помните, недавно я вам рассказывал о том, что покупатели флагманских смартфонов Galaxy S20 создают петицию на тему того, что их смартфон не поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц при разрешении Quad HD+. Так вот, компания Samsung прислушалась к своим покупателям. Редактор популярного ресурса XDA Developers поделился информацией о том, что в срок от первого до третьего месяцев корейцы выкатят обновление, которое будет включать в себя оптимизацию работы системы и позволит убрать досадное ограничение повышенной герцовки при максимальном разрешении экрана. Кстати, обязательно посмотрите наш предыдущий ролик. Там прямо топич. Мы раскрываем вопрос современных дисплеев, проводим что-то вроде эксперимента и под конец разыгрываем смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra. Поэтому, если вы ещё не смотрели, обязательно посмотрите. Там прямо жара. И раз уж такое дело, делюсь с вами ещё одной ценной информацией. Каждый, кто оформит предзаказ на смартфоны линейки Galaxy S20 в магазине Comfy, получит в подарок совершенно бесплатно новенькие наушники Galaxy Buds+. Ссылка в описании. Желаю вам удачных покупок. А теперь я предлагаю посмотреть на свежий патент Samsung, в котором описывается дисплей-водопад. Говорят, производство таких экранов будет налажено аккурат под анонс Galaxy Note 20. И ещё кое-что. Инженеры компании, по всей видимости, посидели, почесали в затылке и решили выпустить 5G-версии смартфонов Galaxy A51 и A71. И вы знаете, я бы вообще об этом не рассказывал, если бы не способ, которым они собрались это сделать. Держитесь крепче, потому что оба смартфона получат новенький процессор Exynos 980. Это мощный чипсет, который по производительности почти не уступает Snapdragon 845. А значит, Galaxy A51 наконец-то перестанет тупить. Ну, по крайней мере, в теории. Если стоимость гаджета не взлетит до неадекватных цифр, то это может быть вполне себе даже неплохой аппарат. Но меня смущает один факт. 5G в наших странах пока что не поддерживается. Поэтому, скорее всего, эти устройства попросту не приедут на наш рынок. Еще до Нового года я записывал для вас видео, в котором высказывал свое мнение относительно продукции Apple. Больше всего внимания я уделил айфонам с их фирменной операционной системой iOS. Думаю, многие пользователи айфонов согласятся со мной, что немножко бесит тот факт, что нельзя выбрать сторонние приложения по умолчанию. Конкретно меня это бесило. Переходишь по какой-то ссылке в мессенджере, обязательно все это дело открывается в Safari. Это же касается e-mail и так далее. То есть Apple навязывает пользователям свои сервисы. По слухам, которые разнесли западные СМИ, в будущих версиях iOS ситуация может измениться. И вы сможете выбирать сторонние приложения по умолчанию. Допустим, браузер Chrome вместо Safari, Gmail вместо Apple Mail и так далее. Возможно, это произойдет даже в этом году. Дело в том, что купертиновцев со всех сторон атакует антимонопольный комитет. И они вынуждены искать выход из ситуации. Но вы знаете, все эти смартфоны, приложения, операционные системы, ну это все банально, мы не говорим каждый день. Другое дело, это совершенно новый продукт от Apple, который действительно захотят миллионы людей. Это электронный маячок под названием AirTags. Что это такое и почему в моих словах столько восторга? Например, эту штуковину можно повесить на свои ключи, как брелок. Потеряли где-то, трекер поможет вам их найти, передав данные о местоположении вплоть до нескольких сантиметров. И все это при помощи iPhone, проходящих мимо людей, которые даже не будут знать об этом. Правда, все это актуально только для пользователей iPhone 11 и выше. Так как для всей этой темы используется отдельный чип под названием Apple U1, которого в других моделях нет. Короче, на мой взгляд, применений у этой штуковины может быть очень много, особенно если мы говорим о всяких там шпионских темах и так далее. Короче, пишите свой вариант в комментариях. Говорят, что AirTags должны показать в этом году. Как я уже говорил ранее, из-за отмены МВЦ все планы производителей пошли к коту под хвост. Но дело в том, что многие магазины получили информацию о продуктах еще до всего этого хаоса. И, видимо, некоторые из них не удержались от того, чтобы хайпануть на информации. Так, в сеть полностью слили характеристики Oppo Find X2. Примечательно то, что у Find X2 будет несколько версий, одна из которых получила приставку Pro. Если верить инсайдерам, она будет отличаться наличием перископической камеры на 13 мегапикселей с возможностью 60-кратного цифрового приближения. Все остальные данные перед вашими глазами. Но согласитесь, топовым железом после Mi 10 и Galaxy S20 уже никого не удивишь. Но что нового могут показать другие компании? Другое дело это то, что компания Oppo подтвердила информацию о том, что они намерены выпускать собственные процессоры для смартфонов. Причем речь идет именно о полноценных чипах, которые будут конкурировать с киринами от Huawei и Snapdragon от Qualcomm. По заявлениям генерального директора компании, в ближайшие три года ожидается инвестирование около 50 миллиардов юаней в научно-исследовательские работы. Не знаю как вам, а мне будет чудовищно интересно наблюдать за тем, как китайцы собрались конкурировать с Qualcomm, не имея на этом поприще даже никакой базы. Ну да ладно, время покажет. Сейчас же практически все компании в свои топовые устройства устанавливают процессоры от американцев. Не исключением оказалась и всеми любимая компания OnePlus, характеристики новинок которой тоже слили в сеть. Впрочем, я раньше уже показывал и внешний вид смартфонов, и их спецификации. И сейчас меня смущает только один вопрос. Будет ли 120 Гц на обеих версиях OnePlus 8, или же такую частоту получит только прошка? Этот же вопрос я хочу задать относительно официального класса защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Если верить инсайдерам, производитель все-таки созрел и потратился на сертификацию. В любом случае, несмотря на многочисленные сливы, вопросов остается еще очень много. Поэтому есть смысл дождаться официальную презентацию, нежели делать какие-то преждевременные выводы. Компания LG внезапно ударила по бюджетному сегменту сразу тремя крутыми смартфонами. Я бы даже сказал, выстрелила Xiaomi в самое сердце. Во-первых, производитель утверждает, что камеры у смартфонов практически топового уровня. При этом, каждая модель имеет свой уникальный набор из четырех модулей. А еще каждый смартфон получил Full HD дисплей с диагональю 6,5 дюйма и аккумулятор на 4000 мАч. У каждого аппарата имеется встроенный модуль NFC. Разъем для зарядки, конечно же, USB Type-C. И напоследок, ударопрочность соответствует военному стандарту MIL-STD810. Короче, самое главное, что вы должны были из этого узнать, в теории это неубиваемые бюджетники с нормальным дизайном. То есть без вот этих вот резиновых вставок и так далее. Короче, это не монстр, это самый, что ни на есть, нормальный смартфон, который не боится падения. Единственный вопрос остается к производительности. Компания ничего об этом не сообщает. Но если там будет установлен камень хотя бы Snapdragon 665, 3 или 4 гигабайта оперативной памяти, и при всем этом ценник не выше там 250 баксов, тогда я уверен, что в наших странах эти новинки ждет успех. Где-то неделю назад в сети засветился рендер смартфона Google Pixel 5 XL. В прошлом выпуске новостей я вам решил об этом не рассказывать, потому что я тогда не мог поверить в то, что это может быть правдой. Ну, вы сами посмотрите на это изображение. Как можно поверить в то, что Google Pixel, который из года в год имеет максимально непримечательный дизайн, без какой-либо изюминки, вдруг наберется смелости на такой экстравагантный внешний вид. Но тут такое дело. За это время появилась еще одна утечка, только уже на другом ресурсе. И снова этот же внешний вид. Вот полюбуйтесь. Говорят, что Google Pixel 5 будет выглядеть именно так и никак иначе. Я, честно говоря, все еще отказываюсь в это верить. Но решил все-таки поделиться с вами этим слухом. А вы уже сами решайте, верите этому или нет. Но это еще не все. По всей видимости, компания Google облюбовала геймерскую линейку смартфонов Asus ROG Phone. Как известно, ROG Phone 2 стал одним из первых смартфонов, получивших возможность установки Google Stadia. Если кто-то еще не в курсе, это такой сервис облачного гейминга. А теперь стало известно, что ROG Phone 3 будет продаваться с предустановленной Stadia прямо из коробки. К сожалению, больше про смартфон, во всяком случае, официально ничего не известно. Но мы-то с вами не дураки. Тут уже и так все понятно. Аппарат получит Snapdragon 865+, до 16 гигабайт оперативной памяти, тип оперативки Low Power DDR5, повышенная частота обновления изображения, скорее всего, это будет 120 Гц, сенсорные курки на гранях и бла-бла-бла. Короче, будет бимба, бомба и все вот эти вот дела. Правда, представят смартфон не ранее второй половины этого года. Компания Sony, как всегда, отличилась и представила просто божественный смартфон под названием Xperia L4. Друзья, я когда смотрел его официальный промо-ролик, честно, вот я плакал от смеха. Поэтому я прошу монтажера, пожалуйста, вставить этот кусок с оригинальной музыкой. Там очень эпично. Дисплей колбаса, бесполезный режим двух окон, ничем не примечательная толщина корпуса, жирнючие рамки вокруг дисплея с гадким вырезом, низкое разрешение экрана, целых три камера и ни одной нормальной. Зато можно фотографировать на фронталку. Быстрая зарядка, хрен пойми какой мощности. Автономность аж до самого вечера. Раздражающие ненужные функции. Память чисто под мессенджеры. О май гад, сканер отпечатков пальцев. Сони, ты чё, крейзи? Аудиоджек? Ну всё, под конец рекламы пошёл самый разрыв. Как вам такой ролик? Вы можете мне задать вопрос, а почему ты сказал, что батарейки 3580 мАч хватит всего-навсего до вечера? Да потому что Сони не указали самую главную информацию в своём промо-ролике. Процессор Helio P22, который был выпущен ещё где-то два года назад, и даже на то время он был дном днищинским. А я уверен, что за новинку будут просить не менее чем 200 баксов. Это неофициальная информация, это мои домыслы, но кто готов со мной спорить, я готов. На мой взгляд, компания Сони уже давно потеряла связь с реальностью. И не знаю, как вам, но мне об этом говорит хотя бы тот факт, что совсем недавно они закрыли свой официальный сайт мобильного подразделения. Сони, опять-таки, как мне кажется, уже сама не верит в успех своих будущих смартфонов. Настало время Xiaomi. И первое, на что я предлагаю вам посмотреть, это на свежий патент Mi Mix 2020. Фишка в том, что у смартфона не будет вообще никакой фронталки, а на тыльной стороне, рядом с основной камерой, появится небольшой дисплей. Что-то вроде Meizu Pro 7 Plus. Но только теперь это безрамочный полноценный смартфон. Сразу уточню, далеко не факт, что будущее Mi Mix действительно будет таким. Но я бы этого не исключал. Пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях, либо же принимайте участие в голосовании. Как вам такое решение, нравится или нет? Только, пожалуйста, перед тем, как его высказывать, обдумайте все тщательно. Допустим, возможность видеозвонков и так далее. Если вы спросите меня, я считаю, что это лютейшая дичь. На мой взгляд, лучшее решение это всплывающий модуль камеры. И тут внезапно в социальной сети вейбы появляется опрос. Какой вариант лучше, вырез в экране или всплывающий модуль? Побеждает всплывающий модуль. Вместе с этим, глава подразделения Redmi, Лу Вейбинг, заявляет, что корпус K30 Pro будет отличаться от младшей версии. Затем он же публикует опрос, что лучше, AMOLED или LCD? И все это происходит на фоне слухов о том, что Redmi K30 Pro будет выглядеть вот так. Многие говорят о том, что этот рендер 100% фейк. Но факты указывают на то, что, возможно, будущий Redmi K30 Pro будет выглядеть именно так. Ну, не именно так, а получится всплывающий модуль камеры. И искренне на это надеюсь. А еще в том же вейба отличился генеральный директор подразделения Xiaomi Black Shark, который решил устроить опрос. Какой из вариантов батареи и быстрой зарядки вы выберете? Все четыре варианта сейчас прямо перед вами. Но один из топ-менеджеров компании уже отписался, что выбирать нужно первый вариант. То есть аккумулятор на 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Голосование просто уровень бог. Проголосуйте за тот вариант, который вы считаете нужным. Но учтите, что нужно голосовать только за первый вариант. Короче, красавцы. Ну, а напоследок у меня просто шикарнейшая новость для всех жителей России. Совсем недавно была набрана группа тестировщиков, которые будут проверять работу бесконтактной оплаты покупок с помощью фитнес-браслета Mi Band. Тестирование продлится с 27 февраля по 13 марта. В качестве добровольцев выступают жители Москвы и Питера. Судя по всему, уже совсем скоро в России официально заработает платежный сервис Mi Pay. И это здорово. Теперь не нужно будет париться по поводу выбора аппарата с модулем NFC. И это положительно скажется на будущих новинках от Huawei, у которых не будет работать Google Pay. Просто покупайте себе копеечную Mi Band, NFC с Mi Pay и вы в шоколаде. Ребятки, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх, участвовать в нашем розыгрыше Galaxy S20 Ultra. Не забывайте о предзаказе в магазине Confi, плюс там подарок Galaxy Buds Plus. Подписывайтесь на канал, делитесь этим выпуском со своими друзьями, если он вам понравился. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!